Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие зрители! Вот и наступили долгожданные выходные. Сегодня суббота, 24 августа. До конца лета остается всего одна неделя. Тем не менее, мы можем провести ее с пользой, чтобы потом это время с удовольствием вспоминали и вы, и ваши близкие. Например, взять своих детей и поехать в заповедные уголки нашей республики. Благо, чудесной природы у нас в республике хватает. Посетить, например, медовые водопады, Архиз, Дамбай или Махар. Богато уникальными заповедными уголками наша страна. Это в полной мере относится и Карачао-Черкесия, которая, несомненно, является жемчужиной пожирели республик Северного Кавказа. Темнохвойные леса и изумрудное зелень от песких лугов, бурные реки, водопады, печные снега и ледники издавна привлекают сюда тысячи туристов со всего света. Не ссякает поток отдыхающих и сегодня. Особой популярностью у жителей и гостей нашей республики пользуются Махарское ущелье. Здесь нет ни сотовой связи, ни телевидения. Из удобств только вода в реке и электричество. Но отдыхающим это не помеха. Семья Владимира Булавко из далекого Оренгуя на Махаре впервые. Нравится? Да. А что именно нравится? Ну, то, что тут свежий воздух, природа. А не скучно? Интернета нету. Нет, не скучно. Тут у нас игры есть, мячики. Здесь все прекрасно. Чистый воздух горный. Прохлада, жара не такая изматывающая, как в городе. Дети довольны здесь играют. Животных видят лесных. Мы довольны. Виолетт, пойдем сейчас куда? Собирать ягоды какие будем? Земляничку. Земляничку. Нарзан, пойдем пить? Да. Создав уникальную чашу на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря, природа щедро заполнена до краев роскошным лесом, чистейшим воздухом, от которого кружится голова, и солнце. Долина Махара – идеальное место оздоровления для тех, кто страдает аллергией, заболеваниями дыхательных путей. Вот и олимпийская чемпионка по плаванию от этой красоты просто в восторге. Ольга, как вам на Карачае Чуркесии и Махар, в частности? Отлично. Я такую красоту вижу впервые, честную фразу. Многие приезжают сюда в начале июня и живут все лето. Собирают грибы и консервируют до 200 банок за сезон. Леса Махарского ущелья богаты грибами. Тут тебе и подберезовики, и подосиновики, и белые, и опята. А еще Махар знаменит своими нарзанами. Здесь пять нарзанных источников. И все разные, как по составу, так и по вкусу. Вода самого большого насыщена железом, которое седает на камнях и оставляет яркий осадок. Нарзан целебный. Бывало и так, что на этих источниках излечивались люди, от которых отказалась официальная медицина. В 15 раз, наверное, мы приезжаем сюда, в этот нарзан. Помогает от радикулита, ревматизма, от суставов помогает. В соседнем ущелье на высоте около 1600 метров во всей своей красе пристает хребет Гондарая, который и дал название ущелью. Он граничит с Абхазией, а через перевал Нахар выходит на военно-сухумскую дорогу. Вдоль дороги кипит, бурлит, своенравная река Гондарая. После спуска в долину открываются потрясающие виды. С каждым километром пути природа меняет свои декорации. Одна, другой краж. Недаром каждый год руководители Лиги Дикой дивизии привозят на Махар детей. Здесь проходят ежегодные сборы команд из разных уголков Северного Кавказа. А знаете ли вы, дорогие друзья, что заповедные уголки нашей республики в том числе охраняют и пограничники? Да, да, у них есть такие функции. Но сегодня мы поговорим именно о пограничной службе, но несколько в другом аспекте. Потому что в этом году в российском законодательстве о военной службе произошли изменения. И вот их-то мы будем обсуждать с нашим гостем, который с удовольствием представляю. Это руководитель регионального отделения Российского совета ветеранов пограничной службы в Карачаево-Черкесии Сергей Дмитриевич Юрьев. Сергей Дмитриевич, здравствуйте. Доброе утро. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию. И в связи с тем, что изменились условия прохождения срочной службы, то есть в этом году призывники могут проходить срочную службу, в том числе и в пограничной службе. И вот в связи с этим у меня к вам первый вопрос. Скажите, Сергей Дмитриевич, срочники нашей республики Карачаево-Черкесии, если они решили проходить все-таки срочную службу пограничной службы, потому что в пограничных войсках пока нету, спор идет, да? Они будут служить в Карачаево-Черкесии или в других регионах нашей страны? Ну, наши призывники, если кто-то все-таки попадет или пожелает и сможет попасть в пограничные органы служить, то это не обязательно служба только лишь в Карачаево-Черкесии. Здесь, может быть, в любую точку нашей большой границы Российской Федерации, и в любом месте он будет проходить службу. Для того, чтобы сюда попасть, пограничные органы на сегодняшний, очень малое количество пока призывается военнослужащих. Необходимо просто-напросто изъявить свое желание в военкомате, сказать о том, что я хочу проходить службу непосредственно во время подготовки к призыву, когда идет еще до призывной молодежи. Тогда уже, в принципе, они попадут на заметку, ну и, соответственно, в последующем будет произведено их изучение и возможность определиться службы пограничных органов ФСБ России. Понятно. То есть реальный шанс остаться в республике у нас есть? Не всегда, но есть. Есть, конечно. Да, и вот в связи с этим у меня к вам следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, мы остались, вот пришел я, заявил желание, меня остались служить в Карачаево-Черкесии. А что собой представляют погранзаставы нашей республики? В каких условиях придется нести службу молодым людям? Ну вот в прошлом году мы отмечали 30-летие, когда пограничные органы, пограничные войска в то время появились на территории Карачаева-Черкесии. То есть вышли из-за Кавказа и разместились, и наша республика стала приграничным регионом Российской Федерации. Тогда, конечно, были заставы, где смогли разместиться временно, детские садики развалены, стурбазы и все остальное. Сегодня, конечно, это совсем другое. Это современные комфортабельные городки. Это позволяющие не только жить самим военнослужащим, выполнять задачи, но и проживание их семей и все остальное. Сейчас идет подготовка на пограничных заставах, приему сегодняшних срочников, размещение, тяжело, наверное, назвать это казармой. Почему? Потому что это будут комнаты с размещением непосредственно двух-трех человек, возможностью бытовых условий себя обслужить и постираться, и привести, и подготовиться к службе, да и отдохнуть. Даже вот простая элементарная вещь, сейчас у человека активно закупаются и музыкальные инструменты, и шахматы, шашки. То есть то, что человеку потребуется всегда непосредственно там. Каждая застава на сегодняшний день это постоянный свет, наличие электричества постоянного, газ, теплая горячая вода. Я думаю, что, поверьте, пожалуйста, даже в мое время так солдаты-срочники не служили, и такими благами, так скажем, сегодняшней цивилизации не пользовались. Хотя заставы очень далеко, даже такие удаленные заставы, как Пхия и Загидант, они тоже имеют то, что я, в принципе, все это назвал. Ну, мы, я подтверждаю, дорогие зрители, все это мы видели своими глазами. Мы побывали не на одной заставе, условия самые лучшие, детские площадки, спортивные площадки, все оборудовано, комфортабельные, вообще очень хорошие квартиры со всеми условиями. И, кстати, жены наших пограничников тоже довольны. И зарплатой, и всем. Сергей Дмитриевич, все-таки не могу спросить, молодежь сегодня прагматичная, ну, это и хорошо, они реально смотрят на жизнь. И поэтому, вот, скажите, пожалуйста, а что дает молодому человеку служба в пограничных органах ПСБ России? Что, какие перспективы перед ним открываются? Я вообще могу сказать, что служба сегодняшняя в вооруженных силах, по сравнению с тем, что вот еще лет 10-15 назад, престижность, конечно, ее очень сильно поднялась. Почему? Потому что, наверное, практически ни одна правоохранительная система, которая, человек, который носит погоны на гражданки, государственные структуры, которые есть, гражданские наши администрации, все остальное, очень подозрительно смотрит на молодых людей, которые, в принципе, не служили в вооруженных силах. Это чисто, если во всех вооруженных силах брать, что-то дает служба ФСБ. Ну, во-первых, я могу привести еще старые примеры свои, да, те, что в пограничных войсках. Служба для солдат-срочников в пограничных войсках приводила к тому, что, увольняясь непосредственно из этих, сразу же поступало огромное количество предложений из органов МВД, силовых структур каких-то, которые, даже не получив паспорт после увольнения, они уже могли одеть погоны, и порой бывали очень сложности даже паспорт получить, не давали, пока не дали согласия. То же самое, наверное, и сегодня. Во-первых, перспектива, если ваша служба, так скажем, у молодого человека будет складываться положительно и хорошо, остаться в органах ФСБ, возможность поступить в военно-учебное заведение, служить в органах ФСБ непосредственно как в пограничной службе, так и в самих территориальных органах. То есть она дает еще, если кто-то мечтал попасть сюда, это дает проверка непосредственно у человека в этой службе. Ну и, соответственно, я думаю, что человеку, который служил в спецурганах, все равно по сравнению с другими, немножко дается на гражданке, немножко по-другому смотрят человека. Ну, на сегодняшний день пограничники, те, которые раньше служили, они и сегодня, общее пограничное образство друг другу помогают, и раньше идеи как были, так и остались пограничниками. Поэтому я думаю, что в первую очередь это. Знаете, вот у меня одноклассники мои, родственники, родные, да, много где служили, но вот почему-то среди них не было ни одного пограничника. Лично у вас, насколько я понимаю, пограничная служба, ваша карьера, она началась именно со службы в пограновойсках тогда России, да? Какие у вас вспоминания? Ну, я могу сказать так, это неудивительно, что многие из ваших родственников не служили в пограничных органах. Причина заключается в том, что более 30 лет, уже почти 30 лет, как пограничные войска перестали свое существование, перешли в органы ФСБ, и подразделения или органы пограничной службы, они перешли на контрактную службу. Чисто контрактная была служба. В связи с тем, что все события, которые происходят в нашей стране, в принципе, было принято вот первый призыв, который будет. Я начинал, да, свою службу в пограничных войсках КГБ тогда еще и СССР, и наши, практически все задачи, которые выполнялись, как по охране государственной организации, по защите ее, выполняли солдаты-срочники, которые служили два года. За это время они успевали стать хорошими специалистами своей области, которым доверяли очень-очень даже немало. Ну, я вам всегда говорю и утверждаю, когда мне говорят, да, молодые люди сегодняшние, они не те, что были раньше. Я скажу, что нет. В принципе, молодой человек всегда проверяется в тех сложных ситуациях, в которых он попадает. Даже сегодняшнее. Вот доказательство сегодняшнее. Это специальная военная операция, где случайность получилась или как. Наши срочники попали в такие ситуации и зарекомендовали себя многие из них неплохо. Поэтому говорить о том, что мы потеряли поколение, это нет. В мое время, ну, я могу вот привести чисто маленький такой вот пример, как дорожили солдаты своей службы в пограничных войсках. В частности, ну, я еще молодым лейтенантом только приехал на заставу, одно из, буквально вот, время небольшое прошло, была проверка наша полугодовая, и мы бежали марш-бросок 6 километров. Среди тех, кто бежал, был небольшой солдат такой, невысокого роста, я его сейчас ни фамилию уже не помню, наверное, нет, а помню, что невысокого рокса, немножко такой, наверное, как я сегодня, кругленький такой. Поэтому, когда мы бежали этот 6 километров, марш-бросок, ему удалось пробежать только 2 километра, и он уже немножко сдох, как или раньше, он сник. Его попытались помогать, везти, но получилось так, что человек потерял сознание, мы его загрузили в санитарку и повезли к врачу, в районную больницу. И вот он очнулся в этой санитарке, и первый вопрос, который он мне задал, который я сопровождал его, он мне поднял во глаза и сказал, товарищ человек, а меня не уволят? Я говорю, а за что тебя должны уволить? Ну вот, я вот так вот произошло, я говорю, а если тебя уволят, то что? Ну, он говорит, даже за меня же ни одна девушка не выйдет замуж. Вот это престиж того, что оценивалось в то время. Ну, в общем, воспоминания у вас самые светлые, самые хорошие. Конечно, да. Ну что ж, спасибо, Сергей Дмитриевич, что вы пришли к нам, поделились своими воспоминаниями. Спасибо вам большое за то, что пригласили, что дали возможность немножко рассказать и вспомнить свою молодость. Хочу сказать зрителям еще раз большое спасибо за то, что нас выслушали, ну и хорошего окончания лета этого года. Спасибо, вам всего тоже самого доброго. Ну что ж, друзья, наша программа подошла к концу. Все-таки я вам желаю не сидеть дома. Берите своих детей, берите близких, уезжайте, отдыхайте на природе, пока есть возможность. Ну и понятно, если служить, то служить в пограничных войсках. Всего доброго, до свидания.